Научный конкурс студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования «Зелёные технологии», проводится Министерством образования и науки РФ. Уже в третий раз оно выбирает в качестве площадки для проведения очного тура опорный вуз Краснодарского края. Поступили заявки из всех федеральных округов, из 59 субъектов Российской Федерации, более чем от 150 образовательных организаций, и всего таких заявок 457. Заявки по трём номинациям. Это возобновляемые источники энергии, это и ликвидация загрязнения окружающей среды, и номинация связана с различными ноу-хау в сфере «Зелёных технологий». Первый заочный этап конкурса проходил с 1 по 20 ноября, по результатам которого рабочая комиссия выбрала конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по каждой номинации. Сегодня они выступили с презентацией своих докладов перед жюри. Каждая работа была посвящена экологической обстановке в том или ином регионе. Кирилл Пимонов, например, озадачен решением проблемы очистки от нефтепродуктов бухты на Камчатке. В данном мероприятии я принимаю участие в первый раз. Работа моя направлена на изобретение конструкции для сбора нефтепродуктов с водной акватории. Захотел принимать участие, потому что очень беспокоит состояние нынешней нашей Авачинской бухты. Конкурс «Зелёной технологии» проводится с целью развития студенческих инициатив в плане учебно-исследовательской деятельности и по применению инновационных и экологичных методов в производстве тех или иных организаций. По итогам презентации высокопрофессиональное жюри отобрало лучших конкурсантов. Им были вручены дипломы. Все работы участников очного этапа носят прикладной характер и могут быть внедрены в производственные работы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.